Значит, заболевания нейронных систем это, разумеется, вирусные системы. Вирусные системы это сложнейшие программные устройства, которые имеют биологическую субстанцию под собой. Они однозначно имеют тела биологические, как и любая другая форма жизни, но вирусы особенно. И о вирусах так не говорится, но вообще-то вирусные заболевания, они имеют биологическую субстанцию. Их задача основная, одна единственная, разрушить взаимосвязь между нейронами. И вот мы продолжаем эту мысль. Нарушать взаимосвязь между нейронами можно хаотично. Человек это с легкостью восстановит, потому что хаос, который просто в разрушении присутствует, предусмотрен нашими нейронными сетями мозга. Монолиты самовосстанавливаются, они имеют память о себе. Но почему мы столкнулись с той проблемой, что мозг самовосстанавливается? А очень по простой логической причине, что, видимо, эти вирусы имеют строго осознанную, обдуманную целенаправленность, причем профессионального уровня, настроенную исключительно на особенности человеческого мозга. О чем это говорит? О том, что в природе такие вирусы вряд ли могли бы существовать. Потому что даже если они существовали, агрессивно относящиеся к человеку, все равно они не могли настолько изучить мозговую активность. То есть вирусы, пришедшие извне, не настолько хорошо знают, что происходит у человека внутри. И они могут реагировать на какие-то процессы внешние человека, которым проявляют. Но у внешнего человека есть иммунная система. И у нейронной системы есть иммунитет защиты за счет постоянного сообщения. Она в любом случае либо сообщает с этой вирусной системой, либо уничтожает ее. То есть эта вирусная система, это по сути биологическая субстанция, имеющая агрессивное намерение к разрушению. Как правило, биологическая субстанция в природе, агрессивное намерение к разрушению, будет иметь только в том случае, если агрессивное намерение было проявлено по отношению к ней. Но в таком случае она проявляет агрессивное намерение все равно ограничено, потому что она не знает особенности вашего мозга. Иммунная система может сработать, нейронная система может восстановиться. И более того, как правило, они вступают в контакт. Если вы когда-нибудь столкнетесь с биологически разумной системой типа вируса, которую мы называем вирусами, но находящейся в природной субстанции, скорее всего, эта субстанция войдет с вами в контакт и обговорит с вами нежелательные для нее действия. Она не будет разрушать, потому что ее цель сохранить себя, а не разрушить вас любой ценой. Это очень важно, любая форма жизни. Мы такие биологические субстанции называем, кстати, духами, тоже в том числе, духами природы, духами стихий. Но вот в астральной категории мы больше имеем духов нижних миров, это духи мертвых или демоны, джины. А в данном случае мы имеем в виду духов стихий, вот природные такие духи. То есть это немножко другая градация духов, видите, вот очень близко они прям эта грань проходит, но вот это другая. То есть духи стихий, которые мы относим к некой природной субстанции, но не относим к живым формам жизни. То есть это нечто пребывающее в пространстве, но не являющееся растением, животным, я не знаю, там результатом каких-то чьих-то эмоций, деятельностей и так далее. В отличие от астральных духов, которые всегда являются результатом кого-то или чего-то. То есть это вот большая разница, да, духи животных, там эмоциональный подтекст нам дает какая-то форма жизни. А здесь, ну это тоже может какая-то форма жизни, но видимо может и другого измерения, немножко она отличается от нас. Мы ее относим к природе, к стихийности. Мы относим к стихийности, это некое физическое, скорее относится к физике, к законам физики. То есть есть там законы притяжения, гравитации, вот это вот у них тоже есть свои какие-то субстанции. Соответственно, если вы вступаете с ними в агрессию, но при этом, если вы вступаете с ними в агрессию, можете только реально осознанно. То есть вы вот пошли, спиливаете все деревья, режете все ветки, вы понимаете, что проявить агрессию. Если вы просто идете по улице и проявляете свои природные давности, там дышите, ходите, вас такими создали, то вы не можете проявлять агрессии. Вот еще в чем фишка. Нам еще внушают, видите, что мы дыхание, убиваем тысячи бактерий. Ребят, то, что мы дышим, мы такими родились. Значит, у этих бактерий, у этих субстанций изначально было предусмотрено, что наше дыхание их может убивать. Другое дело, что родившись на этой земле, мы не обязаны были спиливать все деревья и убивать животных. Это вопрос номер два. Поэтому здесь скорее речь идет, что агрессивные действия по отношению к подобным природным субстанциям однозначно осознаны и однозначно понимаемы человеком. И в таком контексте эта субстанция прежде вступит в контакт и попытается добиться понимания, пусть даже агрессивными методами, но ее цель будет понимание. Пусть она будет агрессивно проникать, пробиваться в мозг, но она рано или поздно добьется вашего понимания. А вирусы, общеизвестные нам, они абсолютно бесстрашные, бездумные и бестолковые, они как маджахеды. Они просто забираются в ваше тело, убивают любыми путями, профессионально, изощренно, зная, как это делать с вашей мозгу, умирая при этом сами, понимаете. Ни одна форма жизни на такое не пойдет, кроме спрограммированной, смодулированной искусственным путем. И вот мы подходим к вам следующей, с вами к следующему моменту, что вирусы, общеизвестные, конечно же, созданы искусственно. Это биологическое оружие, которым нас с вами обрабатывают, атакуют. Биологическое оружие, которое блокирует нашу активность, блокирует с вами нашу валидность в обществе, способность что-либо делать, не быть ленивыми овощами, которые не знают, что хорошо, что плохо, а чем им заняться, а куда им идти, они могут определиться. То есть бесполезно общество, которым пендели дать, но там вроде силы что-то сделать, это не факт, что это сделает, прощает соответственно овощи, ну помимо более тяжелых заболеваний, которые полностью исключают его из общества, это уже агрессивное нападение. То есть делает людей податливыми и управляемыми. Разумеется, это оружие правительственное, и оружие это инопланетное, и конечно же, дабы сокрыть нам, каким образом оно воздействует на наш мозг, все процессы, происходящие с нашим мозгом, для нас являются табу, закрыты, якобы не изучены, и наша медицина, наука останавливается именно на этом запрете, дальше которого идти нельзя. И вот придумали болезни шизофрении, психозы, психические отклонения, ради бога, ребят, психозы и психические отклонения являются результатом сбоя в работе мозга, и все можно восстановить.